Недавно 65-летний американский турист отправился исследовать пустыню в штате Юта. Упал в каньон, получил перелом голени и вывих плеча. Для 65-летнего старика ерунда, потому что он потом в течение 4 дней полз к людям, пил дождевую водичку и ел кактусы. Молодец человек. Вот не дай бог, конечно, вы попадете в пустыню с переломами. Как вы будете есть кактус, если мы вам не расскажем, как его правильно приготовить? Специально для вас у нас по этому поводу есть инструкция. Смотрим. Как съесть кактус и не уколоться? Секреты кактусоедения раскроет шеф-повар Олег. Сегодня у нас в меню мексиканская кухня. Обед из кактусов. За колючими продуктами мы отправились в оранжерею. Здесь растет порядка 300 видов кактусов. Какой же выбрать к обеденному столу? Тот, на котором меньше колючек. Опунцию. Именно её и употребляют в пищу мексиканцы. На первое, на второе и даже на десерт. Блюдо номер один в нашем меню – суп вальпараисо. Только от одного вида этого ингредиента начинает покалывать где-то сбоку. Голыми руками кактус не возьмёшь. Олег работает в плотных перчатках. Отрывает у опунции лапти. Так русские любители кактусов прозвали её сочные мясистые стебли. Для супа лучше брать только молодые побеги. Неужели их так и будут готовить – с колючками? Мексиканцы хоть и любят острую кухню, но не до такой степени. Колючки тщательно счищают ножом, а заодно удаляют жёсткую кожуру. Кроме кактусов ещё понадобится чечевица. Олег засыпает чечевицу в уже готовый мясной бульон. А пока она варится, можно приготовить поджарку. Режем мелко лук, морковь. А затем обжариваем на сковородке до золотистого цвета. Следом добавляем измельчённые свежие помидоры и нарезанную кубиками опунцию. Без колючек и кожуры она выглядит уже не так экзотично. Опунция для мексиканцев всё равно, что хлеб и картошка для русских – всему голова. Она даже украшает герб Мексики. Чего только из неё не делают. И первое, и второе, и солёное, и сладкое. Только рецептов супа Вальпараесо несколько десятков. Когда чечевица уварится, заправляем суп, приготовленный поджаркой. Даём прокипеть не больше двух минут, чтобы кактус не разварился. Настоящий суп Вальпараесо должен слегка… нет, не покалывать, а похрустывать на зубах. А что у нас на второе? Нополес Реленос. Мексиканские голубцы. Голубцы по-русски – это мясной фарш, завёрнутый в капусту. У мексиканцев вместо капусты – кактусы. Очищенные стебли опунции подбираем примерно одного размера и отвариваем в солёной воде. Затем мелко шинкуем лук и чеснок и отправляем тушиться на сковородку. Через пару минут туда же для густоты добавляем столовую ложку муки и ещё немного обжариваем смесь до золотистого цвета. Когда лапти опунции станут мягкими, выкладываем их на полотенце, чтобы они немного подсохли. Кстати, по своим полезным свойствам кактусы намного опережают знакомые нам фрукты и овощи. Например, аминокислоты, содержащиеся в соке опунции, сжигают жиры. Поэтому блюда из кактуса считаются диетическими. На лапоть опунции выкладываем сыр, пассеровку, смазываем томатной пастой и покрываем сверху вторым лаптем. Чтобы голубцы не развалились, закрепим их зубочистками. Обмакиваем голубец в муке и взбитых яйцах и отправляем на сковородку с расплавленным растительным маслом. Обжариваем буквально по пять минут с каждой стороны. Мексиканские голубцы готовы. А теперь десерт. Конфитада. Цукаты из опунции. Готовятся они точно так же, как и цукаты из фруктов. Лапти кактуса без колючек нарезаем кубиками. Теперь нужно приготовить сахарный сироп. В кастрюлю насыпаем сахар, добавляем немного воды и доводим до кипения. Когда сироп приобретёт коричневатый цвет, запускаем в кастрюлю лапти кактуса. Варить их нужно около часа. А мы пока разберёмся, почему кактусы такие колючие. Вы удивитесь, когда-то у кактусов вместо колючек росли самые обычные листья. Однако в пустыне это была слишком большая роскошь. Листья испаряли много влаги и поэтому со временем превратились в колючки. Дрозное оружие, которое защищает кактус от тех, кто не прочь им полакомиться. Но только не в нашем случае. Десерт из кактусов уже готов. Вылавливаем цукаты из сиропа и выкладываем на тарелку. Теперь можно и отобедать. Не любите кактусы? Вы просто не умеете их готовить. Слушайте, я ведь простой вопрос. Почему кактус колючий? Наверное, чтобы его никто не ел. А как он тогда собрался распространять свои семена? Обычно же съест животное плод с семечками и пойдет его где-нибудь оставит там ну, семечки. И таким образом распространяется культура. А зачем кактус колючий? Что он колючий, чтобы не испарялась влага с него? Нет. Площадь колючек тоже ведь большая? Непонятно. А ну-ка давайте все вместе быстренько полезли в интернет смотреть почему кактус колючий.